Порно-пародия — потрясающее киноискусство. Честно говоря, если ее проанализировать, порно-пародия не более чем скетчет субботним вечером в прямом эфире, но съеблей и большим количеством юмора. Что еще потрясающе в порно-пародиях — то, что большинство людей прекращают просмотр, лишь услышав название, будто с названием качается впечатление от порно-пародии. А вот и нет. Название — это всего лишь прелюдия. Все кончается, когда ты смотришь фильм и узнаешь, что именно гложет у Гилберта Грейпа. Некоторые из наиболее веселых и накачанных силиконом названий включают в себя Сан-Фернандо Джонс и Храм Пизды. Утраханные. Въебатор. Дорогой, я отсосал у всех. И Йентл. Хотя иногда они ленятся с названиями. Как в случае с этой киношкой 1995 года, которая просто называется «Инопланетянин порно». Ебать колотить, что за херня? Я знаю, что это «Инопланетянин порно» и, разумеется, я должен ожидать порно с «Инопланетянином». Но непереваренная еда в моем желудке мне свидетель. Должен признаться, я не ожидал, что «Инопланетянин» действительно будет в «Инопланетянин порно». Что именно я ожидал? Ну, не знаю, Питера Норта с антеннами. Если честно, «Инопланетянин порно» — это неофициальное название фильма. Как и в случае с турецкими «Звездными войнами», люди настолько привыкли к пиратскому названию, что оно стало официальным. Так или иначе, я хочу, чтобы святый из бундока назывался «Дебильная жажда смерти 3». Полное название «Инопланетянина порно» — Готовьтесь, ибо оно прямо-таки отскакивает от зубов. «Инопланетянин вагины» — Близкие контакты с другим миром или земные особенности с неземным. Это даже охренительно длинно для рекламного лозунга. Это что, самый длинный способ, которым они могли сказать, что в этом фильме есть и пришелец, и вагина? Это в одной категории с «Доктор Секс в зад», или как я перестала зажимать и полюбила затычку. И я только что придумал это. По крайней мере, этот фильм доказывает, что они не только сделали порно из всего, но и могут сделать порно из всего. В этом фильме «Инопланетянин» родом с планеты Матка. О да, потому что в Солнечной системе нет настоящих планет, название которых звучит хоть немного сексуально. «Инопланетянин» приземляется в этой сцене, которая подозрительно похожа на место посадки Трампи из «Людей Коконов». «О боже, надеюсь, в этом фильме не будет малинового варенья с Макерс». «Инопланетянин находит людей и...» «Какого черта?» «Оно под старину?» «В смысле это...» «Вы знаете, что я имею в виду?» «Действие фильма происходит в викторианскую эпоху». «Почему?» «Какой черт возьми в этом смысл?» «Они что, начали делать порно-пародию на пианино, но потом поняли, что в этом фильме не так достаточно херов?» «Так что они просто переключились на пародию на «Инопланетянина»?» «О да, я упоминал, что этот фильм на немецком». «Так что на случай, если смотреть на этот ужасный костюм инопланетянина с этим холоном мертвыми глазами недостаточно жутко, эта чертова штуковина говорит по-немецки». «Я бы лучше предпочел, чтобы Йозеф Менгеле спел мне колыбельную». «Этот фильм метается туда-сюда. Он немецкий, но я с легкостью могу создать впечатление, что его сделали на BBC». «Я не добавлял эти субтитры. Они действительно говорят о чае в этом фильме». «Субтитры жестко закодированы, так что я не могу добавить свои». «Но я могу добавить свои подписи». «Вот во что на самом деле верят саентологи». «Вернемся к людям». «Охренеть! Долбанный Костас Менделор!» «И этим он занимался между кулаком северной звезды и пилой?» «Какого черта?» «Итак, эти немецкие викторианцы трахаются направо и налево, а когда они не трахаются, они мастурбируют». «Но по-любому инопланетянин стоит в дверях и смотрит». «А я упоминал, что тут инопланетянин-женщина. У инопланетянина есть вагина и сиськи и другие вещи, которые я не могу тут показать». «Думаю, поэтому на IMDB есть альтернативное название «Инопланетянин-вагина». «Я думаю, что они назвали его так, потому что в фильме «Инопланетянин показан полным пиздюком». «Ну и в некотором роде так и есть». «Это охрененно мерзко!» «Немцы что, пытаются сделать капрофильское порно их самым достойным представителем поджанров порнухи?» «Надо отдать им должное, они вложили душу в создание маски инопланетянина, с этим гипнотизирующим неподвижными глазами». «Такое впечатление, что они потратили все свое время на глаза маски, забыв проделать в них дырки для глаз актрисы». «Посмотрите на это, она понятия не имеет, куда идет». «И еще они, похоже, поскупились на остальные части костюма». «Это просто гребаная рубашка с длинными рукавами и брюки клеш, которые прополоскали в канализации». «Инопланетянин объясняет людям, что она прилетела на Землю, чтобы принять их привычки». «И в чем они могут быть?» «Тож, скажу вам вот что. Не починкой телекой или доставкой пиццы». «Викторианцы учат анопланетянина всему про секс, трахая ее». «Они просто могли ее нарисовать на доске или сделать диаграммы. Им обязательно ее трахать». «И еще, как такое возможно, что этот пришелец не знает про секс?» «Как еще они размножаются на своей планете? Без пола?» «У них явно есть мужские и женские половые органы». «Так что, насколько знают эти викторианцы, они трахают пришельца дебила». «Разумеется, многое из этого фильма я не могу показать». «Просто скажем, что инопланетянин делает минеты, занимается оральным сексом с девицами, получает оральный секс от девиц, трахается в миссионерской позе, занимается анальным сексом...» «А да, у этого костюма полно дырок в стратегических местах». «И еще пришельцу лижут». «Погодите секундочку». «И во всем этом они находят достаточно места для...» «Оливер Харди? Почему он в этом фильме?» «Наверное, это не настолько неловко, как совсем новые приключения Лоуруи. И раз уж на это пошло, это не самое неловкое присутствие на Пунтьяне на экране, учитывая его камео в скрытой угрозе. Также на Пунтьяне дает несколько фраз, чтобы закадрить девушку, которые, должен признать, я не попробовал. Пока что. «Я не могу. Я не делаю ничего. Я пришел к тебе к тебе, чтобы мне сексуалитет. Я не могу. Я не могу. Я только хочу на твою руку, чтобы выяснить, как я делаю». Вы, наверное, спрашиваете, есть ли в этом фильме настоящие ебли? Знаете, та, что может кого-то завести? Да, тут и там, как в этой сцене. Это, кстати, вся сцена. Даже в настоящую викторианскую эпоху в эротике показывали больше кожи, чем здесь. По крайней мере, это позволяет моему разуму одолиться классическому Монти Пайнту. В конце концов, инопланетянин узнал у немцев о сексе достаточно, чтобы вернуться на родную планету. Осторожно. Ты сможешь спуститься. Осторожно. По одному шагу. Умница. О, браво. Единственный раз, когда они делают отсылку к инопланетянину, и это всего лишь сцена прощания. Хотя, можно сказать, что весь фильм одна большая отсылка к фразе про члена хлеба из «Инопланетянина». Конечно, можно подумать, что я не могу наложить аудиоклип из «Инопланетянина». И еще небольшая заметка. Этот фильм идет 90 минут! Да, долбаных 90 минут! Вы думаете, это достаточно долго? Это самое излишне долгое порно, которое я когда-либо видел после двухчасового порно-ада. По крайней мере, у того фильма есть оправдание, что он пытался вместить в себя и порно, и слэшер. Этот фильм про женщину в мерзком костюме пришельца, который трахается с людьми, одетых в шорты и цилиндры. Не делайте его больше часа. Это все, о чем я прошу. Господи, даже порно со снежным человеком было всего 45 минут! Не то, чтобы у фильма замечательная концовка. Все кончают «Инопланетянин» и улетают финальные титры. И с этим у вас есть фильм «Уве Бола» по мотивам игры «Инопланетянин» на Atari 2600. Озвучено специально для канала Трио Толстяков. Озвучиваю Алекс Ки. Перевод Зуза. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылку можете найти под видео. Всем удачи!